Сейчас снова... Это я с утра кашу поел. Да, да. До работы приехал, уже как бы она все это... Вот, кстати, говорят, что каша, типа, такая слитная и есть не хочется. Нифига подобного. Рисыку на молоке. Рисыку на молоке. Ну, пшенку, например, с утра там, да, такую легкую что-то съел. Знаешь, Сташ, вот мы стали печь вот этот хлеб. Я вот удивилась. Ведь читаешь вот, когда там, книги там о старых временах. Пошел он там работать в поле. Взял он краюху хлеба и воды там. И молока там иногда бывает, что молоко, когда есть. Пообедал этим. Ну, как они вообще могли там пахать там. Ну, тяжелая работа, да? Вот, когда мы стали печь этот хлеб, мы поняли, что действительно он дает вот эту энергию. То есть ты съешь вот несколько кусочков хлеба этого и есть не хочется. Это мы еще сами не сеяли, еще не сжали, еще туда не вкладывали. А как они это делают, я думаю, там все в этом хлебе. Ничего не надо. Вода, правильно? Та, которая живая. Ну, это ржаной хлеб. Он вообще, вот я говорю, что ржаной, да, он сильный, более сильный, естественный, сильный, сильнее, чем. Потом у меня такие, я не знаю, конечно, это мои мысли, что вот я рассказывала, закваска ржаная, да, она как бы долго стоит, если она не гибнет, очень долго, и покрывается корочкой, и она защищает как бы всю массу. То есть это как бы идея единства. Это я так, ну, для себя понимаю. Всё, надо покрыться корочкой. Ну, вот они защищают основную массу, собой как бы, понимаешь? А вот у пшеничного, вот этого нету, у пшеничной закваски. Ржаной хлеб для сильных духом людей. Ну, он энергию дает, он очень обложен. Да, мы, конечно, в роде, сгрузились, ели ржаной хлеб. Пшеничный был на праздниках, на праздниках легче. Ну, белый хлеб, ну, ели же редко, да? Да, редко, и это на праздник как бы было, потому что он уже переваривается по-другому и силу не дает такую, как рожь. Да. Закваска живая там. Сейчас вся жизнь праздник, да? Кто же там в Новгород ездил? Слебом-то вроде бы, а потом что-то нашел там в Океи, бездрожжевое. Ну, в Океи они сами делают бездрожжевое. А в Ошане что-то нашел на закваске? Ну, то, что он может быть в пакете, я его как-то просто оставил там, наверное, дня три у него поставил дома. Открылся внутри у него плесень. В принципе, если он на закваске, значит, там плесень, по идее, не должно, да? Наоборот, все натуральное, значит. Знаешь, если у тебя допустим, у нас есть время хлеба, а ты могу тебе сказать, обалденный хлеб, у нас уже все его перепробовали, с Сашем хлеб, он сам печет и серна, он его проращивает, он сам дома в небе и печет хлеб. Нет, может быть, я храню, не правильно. Если вот ты как работаешь, он там с трех до пяти сидит. На Чернышевской. Да, этот хлеб я бы вообще, серьезно питаю, я как раз так что-то не ем особо. У меня обычно булочки-то не хватает. На Чернышевской. И с изюмом не очень люблю, а тут попробовал прямо вкуснятина. Видишь, он там с трех до пяти. Они просто по сути такие вкусные. На Чернышевской не бывает точно. А он где-то же еще? На Московской он еще там по средам сидит. На Московской, в принципе, рядышком. На Купчино он живет. Некоторые домой к нему приезжают. Я тут на Звезды живу, в принципе, там я бы приехал. А, вот. Мы храним в берестяной, ну, в льняное полотенце. В льняное полотенце и в берестяной, вот это вот, как-то не знаю, то есть он. Да, но он там не послевет, он там как бы сохнет вот так потихонечку. Но все равно он медленно сохнет. в холщевую тряпочку, ну, там, полотенчика. И все-таки в полотенце. Смотрите, не шумникует тоже. Наши люди. А где-то там у них в подсознании сидит. В природе-то надо, все равно включает у людей. У нас, помните, то самое, на Наташин и Гульнур день рождения Вася. Устаргался светильными шанишками. Да. Это детство моё, мама. Да? А давайте теперь повеличаем нашего Игоря. Как у нас там по батюшке? Иваныч. Иваныч. Вася.